Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 8 января. Память преподобного Григория Печерского. Как не Акисария гордится святым Григорием-чудотворцем, так и святая Великая Лавра Печерская величается соименным этому святому преподобным. Когда Бог показал свое величие во святых своих Антонии и Феодосии, прославившись разными чудесами, в то же самое время он избрал на дело чудотворений преподобного Григория, которого и призвал в свою святую Лавру. Итак, сей блаженный, в то время, когда преподобный Антоний проводил уединенную жизнь в пещере, пришел к преподобному Феодосию, заведовавшему монастырем, и приняв от него иноческий образ, был утвержден в нестяжательности, чистоте, смирении, послушании и прочих добродетелях, преимущественно же упражнялся в молитве. Совершив недолгое время много плодов, подвигов, он сподобился дару чудотворений и прежде всего получил от Бога власть над бесами, которые еще и издали за видя святого восклицали «О, Григорий, ты выгонишь нас своею молитвою!» Григорий же действительно имел обычай после всякого богослужения читать заклинательные молитвы. Побежденный враг, будучи отовсюду изгоняем, стал, однако, злоумышлять против святого, желая положить преграду его подвигам в добродетели. Не имея силы сделать это сам, он допустил злых людей, обокрасть святого, который, впрочем, не имел никакого имущества, кроме книг, содержавших в себе молитвы и песнопения. Итак, однажды ночью в келье Григория пришли воры к келье, и, спрятавшись, ожидали того времени, когда старец уйдет к утренней церковь, чтобы взять все его имущество. Блаженный же узнал об их приходе, потому что он целой ночи не спал, молясь посреди кельи Богу. Он стал молиться и за них такими словами. «Боже, не спошли сон рабам Твоим, которые понапрасну истомились, угождая врагу». Бог услышал молитву старца, и воры проспали пять дней и пять ночей, доколе блаженный в присутствии многих братьев не разбудил их, обратившись к ним с такими словами, «До каких пор вы будете сторожить напрасно, желая обокрасть меня? Ступайте скорее по домам!» Они же, проснувшись, не могли двинуться с места, потому что лишились сил, не евши ничего столь продолжительное время. Тогда блаженный предложил им поесть и, покормив, отпустил их. Узнав об этом, правитель города приказал наказать этих людей, но Григорий, опечаленный тем, что из-за него они были отданы на мучения, пошел к правителю, подарил ему несколько своих книг и освободил воров. Другие же книги он продал и полученные деньги раздал убогим, говоря, «Как бы еще кто-нибудь не подвергся беде, соблазнившись желанием обокрасть меня? Итак, пусть исполнено будет повеление Господа, сказавшего, продавайте имение ваше и давайте милостыню. Сотворите себе влагалище невечающее, сокровище неоскудеемое на небесах, где ни вор не приближается, ни моль не расплевает». Воры же те, по причине совершившегося над ними чуда, не вернулись на свои прежние дела, но раскаялись и, явившись в тот же Печерский монастырь, стали работать на братью. Но враг не оставил своих злых умыслов. Так как у преподобного Григория был свой небольшой сад, где он сеял овощи и сажал плодовые деревья, то враг однажды подучил других волров влезть в этот сад и набрать в свои мешки овощей. Но когда они взвалили на себя мешки и хотели уйти, то не могли этого сделать, и целых два дня и две ночи стояли на одном месте под гнетом тяжести мешков. Тогда они начали вопить, «Святой Отец Григорий, отпусти нас! Мы покаемся во грехе своем и больше не станем этого делать!» Услышав их крики, явились иноки и схватили их, но с того места свести их не могли. Тогда они спросили воров, «Когда вы пришли сюда?» Воры отвечали, «Уже два дня и две ночи мы стоим здесь!» Хернаристы сказали им, «Но мы сколько раз проходили здесь, и однако не замечали вас!» Воры же в ответ заявили, «И мы, если бы видели, как вы ходите мимо нас, стали бы со слезами просить у вас ходатайства перед старцем. Только уже когда окончательно из не могли, мы стали кричать, «Умолите за нас, святого чудотворца, чтобы он отпустил нас!» Григорий пришел в это время и сказал им, «Так как вы целую жизнь провели в праздности, воруя чужое достояние, а сами не хотели трудиться, то отныне вы будете стоять остальные дни вашей жизни на этом самом месте!» Они же со слезами умоляли старца отпустить их и обещались больше не воровать! Старец жалился над ними и сказал, «Отпущу вас, если вы обещаете трудиться и трудом рук своих питать других!» Когда воры поклялись в том, что не ослушаются его, то Григорий сказал им, «Благословен Бог, подкрепляющий вас! С этих пор вы будете работать на святую братья и от ваших трудов доставлять им то, в чем они нуждаются!» После этих слов он отпустил их. Воры же в заглаждении зла, которое они совершили в том небольшом саду, стали усердно работать на огородах Печерского монастыря и скончали за эту работу и дни свои. Хитрый искуситель, однако, в третий раз попытался повредить святому, такой хитрой и уловкою. Однажды Григорию явились трое просителей, которые приняли вид нуждающихся в помощи, желая испытать преподобного. Двое из них, указывая на третьего, говорили такую ложь, «Отче, этот друг наш осужден на смерть! Мы просим тебя дать ему что-нибудь для того, чтобы он мог внести из-за себя выкуп и избавиться от смерти!» Блаженный же, проведя, что эта выдумка окажется истинною, от горя проследился и сказал горе этому человеку, потому что пришел день его погибели. Они же сказали, «Если ты хочешь что-нибудь дашь, то он не умрет!» Это говорили они, желая у него что-нибудь выманить и поделить между собою. Чудотворец же, будучи прозорлив, сказал, «Если я и дам, то он все равно умрет!» «Впрочем, скажите мне, какой смерти он должен умереть?» «Его повесят на дереве!» «Правду вы сказали!» Заметил на этой прозорливость. «Завтра это и случится!» С этими словами он сошел в пещеру, куда он скрывался от любопытных взоров и мирской суеты, и где он обыкновенно совершал свои молитвы. Вынесший оттуда оставшиеся у него книги, он отдал их предшедшим и сказал, «Возьмите это!» «А если вам будет не нужно, воротите мне!» Они же, взяв книги, ушли и стали смеяться, говоря, «Продадим это и разделим то, что получим!» Увидев плодовые деревья, принадлежащие святому, они сказали, «В эту ночь мы еще придем сюда и сорвем эти плоды!» Когда наступила ночь, три вора пришли снова. В это время Григорий молился в своей пещере, и они загородили снаружи дверь в пещеру, где молился старец. Один из них, о котором было сказано, как об осужденном на повешение, влез на дерево и стал рвать яблоки. В это время сук, на котором он держался, отломился, и он упал, осторожившие его двое других воров в страхе убежали. Упавший же повис в это время на другом суку, и при том так, что скоро задохся, так как ему некому было освободить его. И Григорий, будучи заперт, не мог быть с братьями в церкви за утренней. Потому братья, выйдя из церкви, пошли посмотреть, почему святой против своего обыкновения не пришел к утренне. Тут они увидели висевшего на дереве мертвого человека и пришли в ужас. Тотчас они нашли и Григория, запертого в пещере, который, выйдя из пещеры, повелел снять висевшего. Потом, увидев его соучастников, которые пришли вместе с другими, и смотрели на мертвеца, он сказал им, «Смотрите, как ваша гнусная ложь стала правдой, ибо Бог поругаем не бывает. Если бы вы меня не заперли, то я пришел бы и помог ему. Но так как враг научил вас хранить суетное и ложное, то поэтому вы и милость свою оставите. Дерзкие насмешники, видя, что слова блаженного сбылись, пали к его ногам, умоляя о прощении. Григорий присудил их к работе на Печерский монастырь, чтобы они с этого времени ели хлеб свой, трудясь в поте лица, и имели возможность питать трудами рук своих и других людей. Так они и скончали жизнь свою, работая с детьми своими в Печерском монастыре, на рабов Пресвятой Богородицы и учеников преподобных отцов наших Антония и Феодосия. Но уже время сказать о страдальческой кончине преподобного. Однажды в монастырский сосуд попало нечистое животное, и преподобный для очищения его от осквернения сошел к Днепру, почерпнуть воды. В это время туда же приехал князь Ростислав Севолодович, чтобы помолиться в монастыре и принять благословение на брань против полуфцев, куда он отправлялся вместе с братом своим Владимиром Мономахом. Слуги Ростислава, подущаемые древним врагом, стали смеяться над царством и досаждать ему неприлично, и медленными речами. Старый же, провидя своим пророческим духом, что им угрожает смерть, сказал, о, дети, вам нужно бы с умилением в душе просить у всех молитв о себе, а вы делаете зло, которое противно Богу. Плачьте же о своей погибели и кайтесь о грехах своих, чтобы вам иметь некоторую отраду в страшный день последнего суда. Ибо вас уже в суде Божьем решено, что вы утонете вместе с вашим князем. Князь же Ростислав, услышав эти слова преподобного, не поверил им, и полагая, что он только грозится, а не пророчествует, с гневом сказал ему, «Мне ли ты предвещаешь смерть от воды, когда я хорошо умею плавать? Нет! Ты сам умрешь такой смертью!» И тотчас же, забыв страх Божий, он повелел связать старцу руки и ноги, надеть ему на шею камень и бросить в воду. Так был утоплен святой старец. Братья два дня искали его, но не могли найти. Когда же потом на третий день они пришли в его келью, желая взять кое-какие вещи, оставшиеся после святого, то неожиданно нашли его в келье мертвым, со связанными руками и ногами, и с камнем на шее. Одежда его была еще мокрая, лицо светлое, а все тело как бы живое. Подъявились братья, кем и как мог быть принесен сюда старец, потому что келья была заперта. Но потом, воздав хвалу Богу, почестями вынесли чудотворные те мощи святовые, положили их в пещере, где они и доселе пребывают нетленными. Ростислав же, не считая совершенное им грехом, распаленный ярости, не захотел даже войти в монастырь, вопреки своему обещанию, чтобы получить благословение. И Божие благословение удалилось от него. Только Владимир Мономах побывал в монастыре для испрошения себе молитв и благословения. Когда же русские князья были у Триполя и перешли реку Стугну, то направили полки свои на половцев. Полки их не устояли и побежали. Бежал и князь Владимир, и переправился снова благополучно через реку Стугну по молитвам и благословению петерских святых. А Ростислав со всем своим войском потонул в реке, «И так исполнилось пророчество святого, мерою, которую мерил злой убийца, отмерилось и ему. Незлобив же Григорий чудотворец, обрел источник жизни, и, вкушая из потока вечной сладости в приводах, которые превыше небес, хвалит имя Господа, которому подобает слава и честь ныне и в бесконечные веки. Аминь». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok